приветствую всех зрителей моего канала очередная поездка на подводную охоту правда состоялся в начале октября но только сейчас добрался до этого материала эта поездка на небольшую но очень мой любимую речку решил просто поплавать так сказать посмотреть как тут обстоят дела потому что иногда это место выстреливает хорошими трофеями вот и в этот раз я приехал с надеждой но особых так сказать иллюзий не питал на этот счет ну а что получилось давайте посмотрим в начале сплавляюсь немного вниз по течению на противоположной стороне есть очень хорошее место которое я всегда проверяю правда в последнее время она меня не очень радует потому что рельеф и само место это немножко изменилось и рыба почему-то перестала там стоять но на всякий случай конечно проверяю прозрачность довольно неплохая тем более светит солнышко и видно достаточно хорошо переплыл на другую сторону начал медленно подниматься вверх просматривая все интересные места вот и первая рыбка попалась мне на глаза это плотва но хочется найти что-то более интересное поэтому двигаюсь вперед попадаю снова вот в стайку малька это тоже радует ну а вот наконец-то и первая более-менее зачетная рыбка это небольшая щучка уже хорошо очень жаль что это место меня опять не порадовал ну что ж делать нечего двигаемся дальше надеюсь дальше будет интереснее вот продвигаясь немного вперед и опять на границе травы и чистой воды замечаю такую же наверное щучку но может быть чуть побольше щука еще достаточно активно и срывается с места буквально сразу же не давая возможности себя рассмотреть тем более приблизиться как-то к ней плыву дальше и замечаю опять небольшую щучку которая стоит на дно и находится в фазе охоты наверное ну что ж она будет охотиться на малька а я буду охотиться на нее плыву дальше и вот боковым зрением замечаю слева от себя стоящую опять же небольшую щучку успевая повернуть ружье и сделать несколько кадров она также быстро срывается и уходит то что я сегодня здесь наблюдаю мне очень нравится рыбы достаточно много пусть пока не очень крупная но шанс встретить более зачетный трофей реально существует двигаюсь вперед опять хорошее место запелены опять не удается вовремя заметить стоящую в пол воды рыбы и я практически сталкиваюсь лоб в лоб состоящий щукой напротив меня которая пристально за мной наблюдает и конечно же уходит это уже что-то и в конце концов мне удается выйти на отдыхающие такое лежащие на дне бревнышко эта щучка уже очень неплохо в районе 3 килограмм приближаюсь к ней но все равно решая не брать потому что если здесь есть такая рыба то есть и реальный шанс встретить еще более крупно еще более зачетно все-таки 3 килограмма это для осени не очень большой трофей решаю пока его пропустить после этой встречи немного притормозил подплыл к берегу и в голове прокрутил свои дальнейшие действия куда я поплыву что я буду искать куда смотреть ну и так далее вот снова встречается небольшая щучка но это уже так для пейзажа рыбка снова не удалось заметить издалека стоящую в пол воды небольшую щучку ну что ж все равно приближаюсь к ней и успеваю делать несколько кадров она уходит в этой же траве замечаю гуляющую неплохую плату видимо и щука здесь ради нее можно сказать еда всегда на столе плывем дальше вот делаю какое-то неосторожное движение впереди происходит хороший сход падаю такое нормальное облако мути шарю по траве рядом но видимо рыба стартанула достаточно резво и ушла за пределы видимости плывем дальше вот встречается очередной небольшой щуренок все что я вижу не вообще очень нравится щуки просто можно сказать завались но правда видел всего пару неплохих но все равно общее количество рыбы впечатляет рыб стоит практически можно сказать под каждым кустом щука выбирают для своей стоянки такие места на границе травы и русло с течением довольно сильным практически нет ее в стоячей воде под самым берегом вот именно на этой линии граница течения и травы вот здесь я видел основное количество рыбы конечно проверяю места и под самым берегом здесь такие есть небольшие крыши из травы возможно встречи и здесь со щукой но в этот раз здесь гуляют большие стаи малька что тоже меня радует щуки здесь к сожалению нет перемещаюсь на более глубокое место и вот опять какое-то неосторожное движение и опять досадный сход рыбы практически по всей траве гуляет небольшая рыбка так что еды для щуки здесь предостаточно это место не очень продолжительное наверное метров 200 по одному берегу и 200 по другому но количество рыбы в этом месте конечно очень радует да и место конечно благоприятное для стоянки рыбы хороший рельеф много травы рыбе есть где спрятаться что поесть поэтому видимо она и здесь проверил один берег перебрался на другой здесь тоже хорошие места но больше такой кувшиночки на дне но и среди нее замечаю тоже такую неплохую щучку кстати в этом месте щучки стали попадаться мне кажется покрупнее такие около килограмма но тоже пока никого не трогаю ищу двигаюсь зигзагами от берега и до свала в русло проверяю всю траву которая мне попадается и вот в один из моментов когда подплывал к свалу в русло происходит очень хороший исход рыбы взрыв был такой муть стоял очень сильная конечно расстроился что не удалось увидеть что это было но порадовался что крупная рыба есть начиная с удвоенным вниманием обследовать эту траву все-таки шансы встретить здесь зачетную щуку увеличиваются как мне кажется это место какое-то более рыбное здесь щука более крупная вот встречаю очередную небольшую щучку но это скорее исключение двигаемся дальше и вот как я предполагал на горизонте маячит щучка за 2 килограмм как мне кажется аккуратно приближаясь к ней хорошо что она сыта видимо и лежит на дне отдыхает поэтому есть время немножко ее поснимать но как трофей конечно она не очень меня интересует поэтому лучше я ее пропущу глядишь рядом будет стоять что-то покрупнее прочесываю траву дальше что-то пока ничего хорошего не попадается но вот впереди замечаю лежащую на дне очередную щучку в районе килограмма тоже пытаюсь к ней приблизиться поснимать через некоторое время она тоже уходит видимо рано порадовался я тому что в этом месте больше крупные щуки вот на этом участке что-то вообще попадается одна мелочь в районе килограмма и меньше вот плывя дальше опять нахожу небольшого щуренка замечаю такую особенность что здесь нет высокой травы а такая упавшая кувшинка и щуке приходится лежать на дне а не как стоять в пол воды как на той стороне где была высокая трава тоже интересный момент такой что щука стоит в воде в зависимости от высоты травы если трава лежит на дне то и щука будет где-то возле дна а стоит траве подняться немного выше хотя бы в пол воды или до поверхности то и щука будет стоять в любом горизонте пока есть трава и как ей кажется есть укрытие ну вот нахожу щучку немного покрупнее тоже наверное за килограммчик она срывается с места но через некоторое время я ее снова нахожу вот она стоит такая во всей красе но опять же это не мой трофей который я ищу красотка конечно но к сожалению маловато ну а дальше случилось как мне кажется главное расстройство на этой охоте отдохнув возле берега подышав я буквально только делаю нырок и вдруг вижу перед собой просто гигантское облако мути я не знаю что это было но это был просто какой-то невероятный сход я даже всплыл на поверхность и начал оглядываться по сторонам я думаю может быть какой-то еще охотник заплыл сверху по течению я его просто не заметил но никого не было потом я подумал на бобра но бобер среди бела дня да и место для него не характерное там нет обрывистого такого берега где бы он мог сделать себе нору мне кажется все таки это было очень хорошая рыба и очень жаль что мне не удалось хотя бы ее увидеть и понять что это было вообще возможно это была моя щука который я так долго искал может быть какая-то другая рыба вполне возможно что и карп какой-то крупный мало ли еще что могло суда заплыть теперь гадать бесполезно но конечно расстроился я очень сильно и даже потом попадавшиеся мне щуки не сразу привели мое настроение в порядок но постепенно конечно я забыл этот момент и отдался полностью охоте зачем жалеть об упущенном когда есть шанс встретить так сказать свой трофей впереди главное еще раз не профукать его глубина постепенно увеличивается и сразу появились более густые заросли кувшинки но даже в таких зачетных местах мне не встретилось ни одной зачетной щуки кроме вот такой мелочи жаль конечно но ничего не поделаешь а всю хорошую щуку я встретил как говорил ранее на свале в русло по краю травы переплыл сюда и как оказалось не напрасно через некоторое время встречая вот такую шикарную красавицу тоже в районе трех килограмм тоже полюбовался на нее но надежда все еще во мне жила встретить более крупную рыбу поэтому эту рыбу я тоже пропустил дальше встречаю щучку поменьше но то же самое стоит на течении на таком умеренном на свале в русло ну а дальше судьба в конце решила меня все-таки наверное пожалеть подарил мне шанс выйти на берег с достойным трофеем проплыв буквально немного вверх нахожу среди травы такой желанный силуэт хорошего судака где-то в районе двух килограмм заметил его издалека были все шансы не торопясь прицелиться и взять его спокойно с собой но я захотел поснимать его подольше сблизился с ним очень сильно буквально уперся в него гарпуном но естественно он не потерпел такой наглости и ушел что тут сказать самоуверенность была наказана вышел на берег ни с чем вот так прошла эта охота пусть трофеев мне сегодня не досталось конечно жаль упущенного судака и того монстра которого не удалось даже увидеть но ничего страшного эта охота так бывает хочу сделать для таких видео отдельный плейлист напишите в комментариях стоит это делать или нет все-таки это была охота пусть и без выстрелов но кому-то может быть такие охоты не интересны подписывайтесь на канал ставьте лайки и оставляйте свои комментарии